Аудиопикчерс представляет Энн Хардинг и Лесли Говарда в фильме «Царство зверей». Продюсер Дэвид О. Селфник. Автор сценария Горос Джексон по пьесе Филиппа Берри. Режиссер Эдвард Эйч Гриффит. Оператор Джордж Фолси. В ролях Энн Хардинг, Лесли Говард, Мирна Лой, Уильям Гарган, Нил Геммельтон, Илка Чейз, Генри Стефельсон, Ленни Стэнгл, Дональд Дилуэй. Бентам Пресс. Мелкая печать. Том Кольер. Привет, Мо. Гарри. Привет. Еще работаете? Да. Ну, как дела? Ничего. Дружище. Привет, Том. Ну, как тут? Все отлично. Хорошо. Книга готова. Не может быть. Я положил тебя на стол. Идем посмотрим. Что там? Выглядит ничего. Красиво. Да. Прелесть. Поздравляю, Мо. Рад, что тебе понравилось, Том. Ты гений. Спасибо. Искусство тонкой печати. Том Кольер. Надо это отметить. У меня шампанское в машине. Приготовил к вечеру, но мы можем выпить его сейчас. Это лучше, чем пиво. Гарри, неси стакан. На, держи, Мо. Хорошо. Том никогда не приходит вовремя. Печать, вся его жизнь. Ему нет никакого дела до других людей. Вы не очень любите своего сына, да, мистер Кольер? Если бы вы потратили столько же денег и сил, чтобы этот молодой человек смог понять, кто он такой и чем он должен заняться, вы бы... Давно знаете Тома? Нет. Ну что ж, вы еще его узнаете, каков он. Полагаю, мистер Кольер, вы считаете, что Том не преуспел. Он потратил свою жизнь на глупости. Да, и потому мы ждем его втроем. Что ты мне гений? Знаю я таких. Я послал его в Гарвард. Он пробыл там два года. Я послал его в Оксфорд. А он уехал в Париж. Я посадил его в банк, а он... У этого парня было столько возможностей. Весь мир. А он только и делал, что бежал от всего. Похоже, у Тома свои идеи по поводу того, чем ему заняться. В чем дело? Телеграмму только что прочли по телефону. Ладно, встать на столе, я передам. Хорошо. Вы тут всем довольны? Да, спасибо. Удобно мисс? Да, спасибо. Кто-нибудь хочет выпить? Нет, нет, не надо. Мы разговариваем. Ничего, валяйте, не стесняйтесь. Если что, я тут. Это дворецкий? Он милый. Похож на борца. Он им и был. Не волнуйтесь, Томми придет с минуты на минуту. Не понимаю, что он там. Ползет, что ли? Что? Я скажу вам свои подозрения. Он не хочет меня видеть. Та девушка, с которой он уже три года... Нет, нет, сэр. Ничего. Вы что, все знаете, да? Кто она такая? Чем занимается? Очень милая девушка. Много работает, талантлива. Она рисует для одного модного журнала. И весьма успешно. Последние три месяца работает на журнал в Париже. Интересно. Она вернется? А что, мистер Куалир? Судя по всему, он хочет жениться на ней. Не удивлюсь, что он был только с ней. Как мне надоела эта губительная связь. Я еще разберусь с этой дамочкой. Простите, мистер Куалир. Давайте закроем эту тему. Почему? Дело в том, что вы здесь из-за меня. Как это? Это на мне женится Том. И я не хочу слышать о его бывших связях. Сил, что ты такое говоришь? Мы женимся. Слушай, я... В июне первого числа. Он хотел вам это сообщить. И я жду вашего благословения. Моя дорогая. Дорогая, я рад за Тома и за себя. И надеюсь, вам тоже повезет. Не уверен, что он будет хороший муж. Сколько я пытался его чему-нибудь научить. Я с вами не согласна. Том самый интересный и привлекательный мужчина из всех. Я считаю, что мне повезло. Как наивно. Вовсе нет. Я просто верю в него. А не в его так называемое прошлое. Я не глупая. Главное, каким он станет. Вера хорошая вещь. И я так думаю. Если вы так считаете, то мне это приятно, дорогая. Но вы в это не верите. Теперь у Тома есть кто-то, кто понимает его. Кто заботится о нем. Кто понимает его? Полностью. Я сделаю из него, как вы говорите, хорошего гражданина. Да? Вы думаете? Я знаю. Может, вам и смешно, но я верю в это всем сердцем. Любовь все победит. Да, конечно. Но, простите, я сомневаюсь. Почему же? Дорогой, возвращаюсь. Выезжаю из Парижа в 8 вечера. Люблю Бейзи. Ну как? Я знаю о ней. А о том, что она приезжает? Нет. И Том тоже. Ой, надо поговорить. Простите, Сосилия. Конечно. Оуэн. Я хотела сказать тебе по дороге, но не смогла. Как это случилось? Неожиданно и приятно. Вчера. Простите, ты сам спросил. Извини, мне надо к мистеру Кольеру. Привет, Рик. Привет, Том. Они уже здесь? Да, хорошо. Дорогая. Том. Сними шляпу. Спасибо, пошел вон. Я хотел сказать потом. Но это... Сгинь. Вам пришла телеграмма. Все, уходи. Привет, милая. Ты опоздал. Я так зла на тебя. Да. Вот. Хорошо? Ужас. Меня задержали старые девы. Как тебе и надо. Где они? Отец, знаешь? Там, в комнате. Дорогая, ты сказал отцу про нас? А это так страшно? Господи, спаси нас. Дай нам пожениться. Знаешь, я не разбираюсь в браках. В детстве передо мной был плохой пример. Но мы будем счастливы. Конечно. Ты боишься? Делай, как я говорю, и все будет хорошо. С радостью, сэр. Сил, милая. Ты просто прелесть. Как хорошо. И мне. Да? Моя красавица. Хватит, Том. Ты смущаешь меня. Почему? Я точно голая. Ты отлично выглядишь. Ужин будет готов через пару минут. Да, бокалы со льдом живы. Да. Вы просите телеграмму? Какую? Прочти. Не говори, если не хочешь. Я скажу. Я все равно ждал подходящего момента. И вот такой момент. Понимаешь? Я долгое время знал в интимном плане одну девушку. Она очень важна для меня. И? Дэзи сделала для меня столько всего. Она мой лучший друг и всегда им будет. Я такой неудачник. Мы ни о чем не договаривались. Вообще ни о чем. Мы даже не говорили о браке. Она привлекательна? Для меня да. Ты не знаешь меня так, как она. Дэйзи прямо читает мои мысли. Какая она молодец. Я скажу ей. Я послал ей телеграмму утром о нас. Видимо, она ее не получила. Это пришло с корабля. Она приезжает сегодня. Ясно. Понимаешь? Мы были так с ней близки за границей. Да, Том. Ну и без всяких обязательств. Ни намека на всякую ответственность по отношению друг к другу. Я поняла. Правда? А я не мог. Вообще, все так и было. Между нами не было большой любви уже долгое время. Она это знает? Она так сказала. Ну, не знаю, что еще сказать тебе. Не о чем волноваться. Ты же не будешь? Мне правда не стоит. Да? И потом, я думаю, она воспримет новость о нас с радостью. Да. Может быть. Ты не будешь волноваться по этому поводу? Нет. Спасибо, Сил. Привет, пап Хоуэн. Добрый вечер, Том. Добрый вечер. Ты сказал в пять, а уже семь. Да? Правда? Ладно, я хочу кое-что сказать. Мы уже в курсе. Он так тебя ругал, мне пришлось сказать. Ты не расстроилась? Наоборот. Ты храбрая. Большое спасибо, сэр. Поздравьте меня. Да, ну что ж. Хотя повод есть. Орит, наконец-то. Молодец. Там мой отец. Рад познакомиться, сэр. Моя невеста, мисс Генри. Ваша? Молодец. Да. Молодец. Спасибо большое. Мы здесь по одному случаю. Мы с тобой женимся. Ничего? Супер. Отлично. Мы рады, правда? Да. Минутку, Рик. Ты отогнал машину? Что, я купой? Молодец. Я уезжаю. Да. Отец? К сожалению, я не смогу с тобой поужинать. Почему? Что? Мне нужно вернуться в город. Послушай меня. Дело важное. Не терпит отлагательств. У меня нет... Да как ты можешь так себя вести в день помолвки с прекрасной милой девушкой? Едешь к ней, от своей невестки, к этой, этой... Не знаю, как ее назвать. К этой... У тебя все та же проблема с подбором слов. Но ни одно слово не достойно Дейзи. Тебе лучше знать. Если ты уедешь... Да, уеду. Мне лучше знать. До завтра, мой ангел. Бедное дитя. Мне жаль, Сесил. Я думаю, он поступает правильно. Вера хорошая вещь. Очень хорошая. Том, это ты. Дейзи. Я ждала тебя весь вечер. Прости, я поздно получил телеграмму. Входи же. Хорошо. Здравствуй, Том. Привет, Дейзи. Будто мы и не расставались. Да. Иди, садись. Мне столько всего надо рассказать. Том, со мной произошли две замечательные вещи. Целых две. Неужели? Во-первых, дорогой. Дейзи, я... Ладно, давай сначала ты. Контрафт заканчивается через несколько недель, 1 июня. У тебя что-то важное? Да, важное. Дело в том, что я... Мы будем вместе днем и ночью до 1 июня. Потом ты поедешь в Мексику на месяц, Дейзи? Я так хочу поехать, потому что, во-первых... Что? Я чувствую себя дурой. Обещай, что никому не скажешь. Том, я могу рисовать. Удивительно, я всегда думал... Ты не понял, это совсем другое. Я верю, если я проникнусь к делу всем сердцем и душой, я правда смогу рисовать. Теперь все иначе. Ни вечеринок, ни прогулок, только работа. Мне нужна твоя поддержка в этом, хорошо? Ладно. У тебя чутье на такие вещи. Ты мне поможешь. Это первое. А во-вторых... Что? Нет, я... Странно, но ты меня смущаешь. Мне это не нравится. Совсем не нравится. Прошло много времени, Дейзи? Слишком много. Я потом скажу тебе об этом. Нет. Скажи сейчас. Милый, что с нами такое? Иди ко мне. Мне трудно это сказать. Ты свободный человек, Томми. Я никогда тебя не мучила вопросами. Но, пожалуйста, поехали в Мексику в июне, потому что... Нет, не смотри на меня так. На корабле был... Маленький мальчик. Года два. Он мне так понравился. Я хочу такого. Я так сильно хочу. Пожалуйста, женись на мне. Но если ты не хочешь, тогда ладно. Что ты так смотришь? Это же не тюрьма. Живи, как тебе нравится. Я удивлюсь, если будет иначе. Я хочу забеременеть к июлю. Проведем месяц в Мексике. Я тебя люблю. Какая я была дура. Давай, Томми. Прошу тебя. Дай мне сигарету. Дейзи. Ладно. Хорошо, забудь. Конечно, это абуза. Дейзи, я... Что такое? Ты хочешь сказать что-то ужасное? Что? Я женюсь, Дейзи. Что? Послушай, дорогая, высушай меня. Ты и я... Но как так быстро? Месяц назад я ее даже не знал. Это... Прошу избавь меня от деталей. Для меня главное, что она есть. Кто она? Я зовут Фесилия Генти. Дорогу, жениху и невесте. А я в стороне, как всегда. Я глупая девственница. Нет. Только глупая. И когда свадьба? Мы планировали 1 июня. Июня. Да. Тогда я с Мексикой отпадаю. Я и не думал. Это ужасно. Помни обо мне. Дейзи, это же не мешает нам общаться. Будем друзьями. Что за чепуха? Нет, я на это не согласна. Не понимаю. Почему нет? По-моему, раньше нам ничто не мешало, но только... В последнее время... Пропало желание? Разве нет? Говори за себя, Том. Я думал, желание пропало сначала у тебя. Для нас это было не самое главное. Но нам было хорошо вместе. Помнишь тот безумный месяц? Я думала, что это нормально. Я даже была рада, что нас связывает нечто иное. И так сильно. Никаких претензий. Мы были так близки. Том, ты обязан жениться на ней. Я хочу жениться на ней. Я подумала, может, ты просто хотел этого? Нет, нет. Это гораздо серьезнее. Не знаю, как же так. Из нашего разговора я поняла, что она из другого мира. Ты не знаешь ее. Да, я не знаю ее. Послушай, Дейзи. Такой, как ты, больше нет. Я знаю это. Но это, это... Я не знаю. Я не могу сказать. Нет, не надо. Не надо. Прощай, Том Кольер. Ладно. Когда увидимся? На том свете, дорогой. Что ты говоришь? Ничего. Послушай меня. Мы с тобой не чужие люди. Я не позволю нам расстаться из-за сложившихся обстоятельств, только потому, что ты ошиблась. Томми, прощай. Что за ерунда? Нет, мы должны. Тебе придется. Уйти достойно. Между нами ничего не осталось. Ты все время говоришь о достоинстве, но никогда о чувствах. Я ничего не знал. Прощай. Я не скажу это. Прощай. Нет. Ты должен. Послушай, Дэзи. Тут есть твои вещи. Забери их с собой, пожалуйста. Я встретила Фрэнклин после приезда. Она видела тебя с ней. У нее было предчувствие насчет нас. Я... Я... Она завернула все твои рубашки в такой милый сверток. Наверное, она знала, что ты уйдешь. Я в это не верю. Что ты говоришь? Забирай их. Давай, Томас. Очень аккуратный сверток. Если он останется здесь... Ты же не хочешь, чтобы я рыдала, глядя на них. Я тоже заслуживаю счастья. Да. Забери их. Потом... Позволь мне... Ты скажешь мне прощай. Ты так часто говорила это с улыбкой. Теперь скажи это без нее. Ты же скажешь, да? Ты же собираешься жениться. Пойми же, так надо. Ты возьмешь меня за руку и потом... Скажешь... Прощай, моя Дейзи. Спасибо большое... За приятные воспоминания. И больше мы никогда не увидимся до самой смерти. А вот и сверток. Как я и говорила. Покупайте свежую газету. Газета! 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 Первая выставка работ Дейзи Сейдж. В субботу в 20.00. Газета! Вот, держи. Спасибо. Я вся окоченела. И как ты позволила мужу уговорить тебя поехать в город? Он так решил. Не понимаю сил в такую погоду. Так решил, Том. Как ты лояльна. Это ее первая выставка. И он считает, мы должны туда пойти. А кто она такая? Художник. Ее фамилия Сейдж. Том говорит, она талантлива. По-моему, сейчас только газетики интересуются странными людьми. Мы и так почти ни с кем не общаемся. Да. Ты живешь как отшельница. Хоть бы иногда приходила ко мне по воскресеньям. Приходи завтра, будет весело. Почему нет? Но если ты уезжаешь, может мы не поедем. Так вот, значит, как. Так, так, так. Том, это ты. Да, это снова я. Вот, посмотришь в дороге, дорогая. Еще есть время. Я прочла твою книгу на прошлой неделе, Том. И как она тебе? Превосходно, дорогой. Я в восторге. Хорошая книга, да? Какой он странный. Ты такой забавный человек. Смешнее тебя никого нет. Ты меня не знаешь. Нет, знаю. Правда восхитительная книга? Мне очень понравилось. Между прочим, это я уговорила Тома взять ее. Я по-прежнему считаю, что хуже ее я ничего не печатал. Но, дорогой, все не могут оторвать глаз. Просто этой зимой многие болеют. Какой ты все-таки глупый, Том. Эта книга одна стоит других десяти. Да, наверное, это так. Папа звонил сегодня. Что он хочет? Чтобы мы поужинали у него в среду и остались на ночь. Дорогая, придумай что-нибудь. Опять? Как можно? Ну, скажи, что я ослеп от работы или еще что-нибудь. Скажи, что меня продуло в машине. Я всегда езжу в закрытых машинах. Приходите к нам в воскресенье. Спасибо, мы не можем принять такую жертву. Нет, он правда чудной. Он расстраивает меня. Ладно, мне пора идти, как говорится. К вечеру он всегда холодает. Там так холодно, что... Знаете, я боюсь, к нам прибегут зеленые мартышки. Они... До свидания, Сил. До свидания, Грейс. Тебе правда пора? Да, боишься, что да. Не забудь. Я жду тебя завтрак-завтраку. У нас будут чудесные люди. Как раз то, что нужно на завтрак, да, Сил? Да, она еще любит горячий кофе. До свидания. До свидания. До свидания. Я думаю... Добрый вечер. Дорогая, твой дворецкий, наверное, тебя смущает. Уже нет. Том обещал его уволить сегодня, если он придет пьяным. Добрый вечер, Вик. Здрасте. Тебе лучше пойти спать. Я так и хотел. Подожди. Так. Ладно. Принеси мне пару бутылок пива. Да. Что ты сказал Ригану? Ригану? На работе он не пьет. С какой стати мы должны его увольнять? Он не слегка пьяный. Он едва стоит на ногах. Когда я поздоровалась с ним, он даже не ответил. Может, он не мог? Да. Он поклонился с дурацкой улыбкой на лице и чуть не упал. Очень нелегко сохранить равновесие в таком состоянии. Том. Оставлять его эгоистично. Эгоистично? Мы лишаем его шанса чего-то добиться в жизни. Он сломал руку и не может больше драться. Я говорю не о борьбе. У него тяжелый период. Чем он будет заниматься? Ладно, поступай, как знаешь. Знаешь, я думаю, что Риг приносит мне удачу. Он... Не знаю, мы понимаем друг друга. Он мне нравится. Ты лишаешь его возможности роста. Нет, это неправда. Что может быть хуже для мужчины, чем работа по дому? Я не знаю, есть вещи и похожи, милая. Правда, мы не заключали с ним контракт. Для тебя все так просто и легко. А что думает он? Я желаю Ригу самого лучшего. Позови его сил. Нет, я-то тут при чем? Тебе еще нужно переодеться? Я не успела из-за Грейс, но я еще успею. Мы должны пойти к ней завтра утром. Сил, я всю жизнь избегаю таких людей. Похоже, ты всех избегаешь. Да, как ты догадалась. Дорогая, иди переодевайся. Полагаю, мы сегодня едем в город? Да, а что? Выставка будет идти несколько дней? Да, но я хочу пойти туда сегодня на открытие, и потом... Все там сегодня будут. Ты видел недавно своих друзей? Нет. Как же так? А та девушка... Дейзи... Чья выставка сегодня? Ты ее видел? Нет. Почему нет? Я думала, для тебя важна ее дружба. Она не хочет меня видеть. Не хочет видеть? Да. Сил, будь хорошей девочкой. Иди переоденься. О, боже. Что такое? Ничего. В чем дело, дорогая? Голова ужасно болит. Уже целый день. Бедняжка. Надо выпить таблетку. Да, я уже выпила. Не знаю, Том. Я не могу пойти. Что? Отправь ей телеграмму. С поздравлением. Этого хватит. Нет, нет, нет. Так нельзя. Я уверена, достаточно телеграммы. Дорогая, пойми, Дейзи работала над этим несколько лет. Я обязательно должен там быть. Но если ты не можешь, я пойду один. Я пойду. Дорогая, ты... Поставь их на стол, Рик. Вот. Что? Скажи ему. Ладно. Постой, не спеши. Не уходи. Ладно. Слушай, Сил, если ты устала, иди спать. Нет. Что ж, присядь, Рик. У меня только один глоток. Знаешь, моему телу приходится делать поклон, но моя голова смеется над ними. Представляешь? Что ж, за тебя. За тебя. Отличная штука. Тебе легче? Да. Хорошо. Слушай. Видел это? Думаю, что нет. Скажи, где остановиться и запомни карту. Здесь. Запомнил? Да. Где она? Посмотри, где она? Ее нигде нет. Посмотри в кармане. Ее нет? Нет? Нет. Это она? Чудесно. Я заплатил пять долларов, чтобы научиться. Да ну. Научить тебя за 298? Нет. Извини, не хочу. Рик. В городе сегодня холодно. Парни не стояли на улице, как обычно. Нельзя работать в такой холод. Женщины работают. Сейчас им трудно, да? Послушай, Том. Что? Если я... Ничего. Если что, ты обращайся. И ты ко мне тоже. Рик. Мне надо кое-что сказать. Что? Ничего. Скажи, а как пожелает твой отец? Все так же, спасибо. Рик. Ты думал о своем будущем? Думаю, вечеринка будет что надо. Я про... А, ты про работу. Это забавно, потому что, знаешь, Том, может, я... Забыть. Что? Налей еще, ладно? Ты же не будешь все время дворецким. Ну да. Конечно, я благодарен тебе за все. Не обижайся. Ладно? Не понимаю. Ну и хорошо. Я никогда не забуду, когда я... И ты... Я никогда не забуду. Дай руку, старина. Ты лучше всех. Я не знаю, что ты думаешь обо мне, когда я... Когда ты что? Когда я... Чтобы ты сказал, к примеру, если бы я... Нет, это нехорошо. С тобой что-то случилось, да? Случилось. Со мной? Что случилось? Послушай, Риган. Да, босс. Выбор народа. Том Кольер в президенты. Нет, подожди. Стой, стой, Том. Том, я просто должен тебе сказать... Должен. Что? Я нашел другую работу. Что? Не знаю, что ты скажешь. Черт возьми. Я больше не могу. Она меня ненавидит. Я твоей жене. Я ее раздражаю. Да. На прошлой неделе мы с Томми решили открыть спортзал. Буду управлять делами. Находиться черти где. Но там рядом есть бар. Господи, я сказал им, что подумаю. Ясно. Что ж, сколько обещают? Не надо так, Том. Я хочу знать. Две тысячи в месяц плюс чаевые. Прекрасно. Отличное предложение. Хорошо. Я им звоню. Нет, нет, нет. Когда надо выйти? Должен был в прошлую среду. Я всю неделю собирался тебе сказать, но... Что ж, но тебе долго собирать вещи? Ну, возьму сундук с шляпами, с обувью, сундук для моих смокингов, для баллов. Уйдешь завтра до полудня, хорошо? Не минутой позже. Ладно, босс. Прости, что все так получилось. Не будь дураком. Я рад за тебя. Да? Конечно. За твою новую работу. Знаешь, старина, ты... Такой хороший. Но тебе надо идти дальше. Будь что будет. Будь что будет. Что ж, ты объяснишь жене? Да, конечно. Скажи ей, что мне жаль, что доставил неудобства. Да. Я объясню, Рик. Пока, Том. До свидания, Рик. Пока, Том. До свидания, Рик. Я тебе как-нибудь позвоню. Да. Конечно, буду ждать. Держи книги в чистоте. Хорошо, старина. Удачи, Том. Держи книги в том, что доставил неудобства. Готова? Да. Ты сказал ему? Знаешь, я буду скучать. Мне без него будет плохо. Знаю, дорогой. Но так будет лучше. Я в этом уверена. Я всегда считал, что он приносит мне удачу. Я твоя удача, милый. Тебе уже лучше? Да, дорогой. Ты еще не одета. Иди скорее. Нам надо бежать. Поможешь мне? Нет, не надо. Сил. Ты помнишь это плачье? Я купила его в Баттенбро. Оно такое легкое. Кребек? Да. Сил, иди ко мне. Мы опоздаем. Ну, подумаешь. Так мы все пропустим? Что ж. Ну и пускай. Дорогой. Как так можно? Пять минут назад ты говорил... Том. Что, милая? Иди один. Я решила остаться. Что? Там так холодно. Пойду лягу в кровать, почитаю. Пока, любимый. Я буду скучать. Слушай, я... Я останусь. Нет, нет. Пока, дорогой. Одинся потеплее. Не замерзнем. И не замерзнем. Я хочу послать телеграмму. Скоро закончится выставка. Если критик её не оценит, придётся рисовать плакаты. Никто не знает, цену этим работам лучше тебя. Интересно, кто это? Я пойду. Привет, Фрэнк. Привет, Том. Дайди дома? Да. Привет. Знаешь, мне пора. Не уходи, Фрэнк. Мне надо идти. До свидания, Том. Ну, скажи что-нибудь. Ты получила мою телеграмму? А что мне сказать? Например, сними пальто, проходи. Спасибо, я так и сделаю. Очень мило с твоей стороны. Но я тебе этого не сказала. Всё равно очень мило. С чего ты взял, что я хочу тебя видеть? Ни с чего. Это я хотел тебя увидеть. Ну, как всё прошло? Ну, как всё прошло? Как что прошло? Я проработал. Работа? Работа. Я очень много пишу. Честно говоря, у меня сейчас мало времени. Правда? Как книга Джо? Ты его видел? Нет. Книга Джо в полном порядке. Спасибо. Конечно, он не опускается до такой шаблонной пошлости, как ты. Бабье лето, пора юности. Да. Зачем ты их напечатал, Том? Наверное, из-за денег. Дейзи, я теперь другой. Ты ещё не видел новый список. Представляю. Что ж, я слышал, Фрэнк, повезло. Да. Я ходил сегодня на твою выставку. Правда? Я тебя не видела. Что скажешь? Ну что ж. Ну скажи. Дейзи, я думаю, ты пока не готова. А что критика? Ужасно. Полагаю, они неправы. Да, а ты что скажешь? Ну, ты рисуешь меньше года. Да. У тебя там примерно 30 работ. 32. Не так много. Тебе все не понравились? Нет, одна понравилась. Там, где пустые бутылки из-под молока. Я хочу её купить. Это номер 7. Извини, не продаётся. Ты рисуешь отлично. Только что? Зависит от того, кем ты хочешь стать. Я думал, что художником. А я кто? Бог тоже отлично рисовал. Я всегда считала, что его работы прекрасны. В первый год? Не думаю. Сейчас совершенно другой ритм жизни. Ты живешь в городе, вот в чём дело. Может мне уехать жить в дыру? Тебе не повредит. Видел бы ты небо тут над рекой. А днём в 4 часа. Ты всегда была упрямой. Упрямая? Я упрямая? Ну? Ну, что ещё? Я просто хочу сказать, нельзя ожидать, что сразу всё получится. Надо работать. Дейзи. Работать? Теперь говоришь, мне работать? Как думаешь, чем я тут занимаюсь? Нет, по-другому, с чувством. Ты не раскрылась, и ты это знаешь. Может быть. Может, я слишком зажата. Дорогая. Нет, не жалей меня, Том. Я считаю, что всё это влияние твоей старой работы. Всё время в стрессе, всё ещё нервно листаешь журналы. Да? Похоже, я зашла в тупик. Дейзи, дорогая. То, как не ты, Том. Только ты и чужие со мной всегда честны. Дейзи, ты скучаешь по мне? По тебе? Что ж, я скажу тебе. Понимаешь, я... Сильно? Очень. Очень. Ну, что ты. Это так глупо. Зачем? Мы нужны друг другу. Это так. Если... Я в этом убеждён. Мы самые лучшие друзья. Нельзя всё вот так порвать. Отказаться от столь дорогого без всякой причины. Почему ты никогда не могла пойти с людьми на компромисс? Это проявление слабости и... Минутку, ты что? Сколько раз я хотел встретиться с тобой, просто поговорить. Так вот, я здесь. Дейзи, можно мне навещать тебя иногда? Если хочешь, только иногда. Моя дорогая, спасибо. Но без моя дорогая. Это было так давно, в другой жизни. Ясно. Теперь есть правила. Два правила. И одно очень жёсткое. Какое? Без секретов. Только честность. А что мне скрывать? Не понимают. Но... Ты меня не понял. Нет, чёрт подери, я не понял. Прошло много времени, Томми. Томми? Дорогая, как хорошо. Поцелуй меня, Дейзи. Нет, тебе пора. Долго ещё ждать. Ладно. Как хорошо. Прямо как раньше. За исключением одного. Чего? Любви больше нет. Уходи. Послушай. Пообедаем завтра. Обед? Да. Как раньше. С радостью. Час дня. Давай. Пойдём к Джону Доновану. Да. У него новый ресторанчик. Ладно. Слушай, в среду я поеду к Пэту Уэткинсу. Он болен. Правда? Я не знала. Пойдешь со мной? В среду. Ну давай, устроим там пикник. В четверг у меня много работы. А в пятницу... Так, подожди. Ты обещал. Я могу зайти к тебе в пятницу в четыре. Ты будешь дома? Думаю, да. До свидания, дорогая. До завтра. До завтра. А может сегодня? Что? Пойдёшь на коктейль к джинам в пять часов? Ладно. Хорошо. Пока. Пока. Моя дорогая. Пять часов. Без десяти пять. Фрэнк! 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 Дэйзи, ты меня напугала. Фрэнк, я боюсь. Идём. Дэйзи, постой. Фрэнк, не задавай вопросов, помоги мне. Скажи мне правду, Фрэнк. Это не моё дело. Я про Тома. Я уезжаю как можно дальше. Я люблю его, Фрэнк, ещё больше, чем раньше. Дэйзи, ты что, призови свой разум? Я поеду одна. Да, это разумно. Пути назад больше нет. Да, конечно. Фрэнк, он не должен знать, куда я уехала. Хорошо, как хочешь, успокойся. Я не могу. Он любит тебя? Я не знаю. Не думаю, что он знает. Фрэнк, у него такие золотистые волосы. Не выдумывай, Дэйзи. Он всегда таким будет, я знаю, даже в старости. Он так забавно держится. Стоит прямо, ноги врозь. В таких случаях говорят, как утка. Нет, конечно нет. Многие люди так стоят? Ну да. Что ты говоришь такое? Ладно, не забудь акварель. Да. Фрэнк. Может подождать? Встретиться с ним ещё раз, сказать. Дэйзи, если хочешь его забыть, уезжай сегодня. Да, думаю, ты права. Иди. Иди сюда. Слушай. Да? Помнишь картину с бутылками из-под молока? Да, конечно. Ты завернешь её? Передай ему в знак моей любви. Что? Да, он идёт на коктейль к Макгинсом через час. В пять часов. Пять часов? Без десяти пять. Эйфрэнк. Да, дорогая? Когда увидишь его, поцелуй его за меня. Что? Поцелуй его за меня. Поцелуй его за меня. Дэйзи. Здравствуйте. Привет. Как дела? Рад вас видеть. Сядьте в кресло, я доложу вас. Как ты добра. Знаете? Она вернулась. Нет. На этот раз всё будет иначе. Едва ли. Да. Хотите чаю? Нет, спасибо, дорогая. Нет. Кстати, у него день рождения 23-го. Давай сделаем ему сюрприз. Позовём всех его старых друзей. Пусть порадуется. Надеюсь, ты убедишь его переехать в город со мной зимой. Должно быть, тебе здесь не нравится. Отец, я бы так хотела жить в городе с вами, но вы знаете, что думает Том. Мне здесь нравится. Отец, я верю в тебя, дорогая. Спасибо. Что ж, мне пора назад в город. До свидания. До свидания. Альфредо? Межгород. Мне нужен телефон мисс Дейзи Сейдж в Нью-Йорке. Да? Минутку. Это тебе. Говорит мне Сейдж. Да, мисс Сейдж. Позвольте представиться. Я миссис Томас Кольер. Миссис Томас Кольер? Жаль, что мы с вами не знакомы. Что делать? Все старые друзья Тома сожалеют, что не знают вас. Я хотела сказать, мы с его отцом устраиваем для него сюрприз 23-го. Может, вы помните, что это его день рождения? Да, я знаю. Мы приглашаем вас, миссис Шмидт и мистера Фиска, на вечеринку. Можете остаться на ночь. 23-го. Нет, как жаль. Простите, я никак не могу 23-го. Что ж, очень жаль. Может, в другой раз. Ладно. Да. До свидания. Что это было? Что? Это была миссис Томас Кольер. Приглашала меня на вечеринку к Тому. Даже предлагала остаться на ночь. Еще она пригласила тебя и Фрэнка. И что ты сказала? Ты сам все слышал. Послушай, Дейзи. Ты проделала такой путь, чтобы быть подальше от Тома. Таким образом, он потерял всех нас. Она только хочет сделать ему приятное. Я не говорила. Миссис Томас Кольер пригласила меня не просто так. А при чем здесь Том? Я думаю, надо поехать. Мы ему нужны. Мы ему нужны. Да, он так слаб. Это не так. Он запутался. Если он будет общаться с нормальными людьми, он может стать снова, как и раньше. Джо, я люблю его. Всем сердце. Тогда не езди. Я хочу узнать, провалия в своих подозрениях. Мне это нужно. Помочь найти номер, мисс Сейдж? Большое спасибо, мистер Фиск. Думаю, если я приложу все усилия, я смогу с этим справиться. Миш, Горд, пожалуйста. Брэнди, мэм. Спасибо. Хотите сфотографироваться? Да, конечно. Привет, Рик. Нет, спасибо. Да. Вы читаете новую книгу босса? Да. Гости, уйдите ко всем. Повеселитесь. Отличная вечеринка. Раньше были вечеринки и лучше. Сейчас гости почти не приходят. Правда, Рик? Боже, значит, Том тебя не выводит в свет. Я мало разбираюсь в музыке, но я знаю, что мне нравится. Это для босса. Простите. Мы так рады вам здесь, мисс Шмидт. Я уверена, вы лучше, чем радио. Я не принесла с собой виолончель. Как жаль, мы можем найти для вас. Она и дьявола достанет. Да, мне не сложно. Полагаешь, что это так? Да. Смотрите, что принес малыш. Он самобытен. Да. Я в шоке от него. У него сильный соперник, англичанин. Вот. Надо же, какой удар. Неизвестно, сможет ли он продолжить бой. Он встает. Снова готов к борьбе. Смотрите, какой сильный удар. Прямо в челюсть. Посмотрим, сможет ли он встать. Вот это борьба. Сильный соперник. Судья начинает вести счет. Надо же. Смотрите, он встает. Невероятно. Риган. Отличный бой, Том. Знаю. Выключи. Теперь он загоняет противника в левый угол. Слушай, ты отличный актер. Так что изобрази дворецкого. Ладно, сэр. Я знаю свое место, сэр. Не хулигань, злодей. Нет, сэр. Каково, когда тебе 32, детка? Нет, сэр. Я полон сил. Брайан, десер. Спасибо, сэр. Нет, спасибо. Попробуйте. Я выпил. Мне стало так хорошо. Нет, спасибо. Пошел вон. Убирайся. Хорошо, сэр. О, Джо. Это жуткая дрянь. Что? Это тухлое яйцо, породившееся под жутким давлением. Да, я знаю. Но за это платят. Он думает теперь только об этом? Очевидно, да. Я подумал, может, он опубликует мою книгу. Нет, он не может. Он же пригласил нас к себе. Я думаю, он знает, что мы осуждаем его. Это не так. Надо что-то делать. Да, ну. Он собирается работать с Уильямсом и с Ором. О, нет. Да. 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 Как думаешь, зачем она нас пригласила? Чтобы доказать, что мы чужие? Не говори глупостей. Знаешь, я с ней тут поговорил. Она очень милая женщина. Как и Далила. Да, как и... Мисс Эйдж, вот вы где. Здравствуйте, мистер Фиск. Наверное, сочиняете интересный сюжет. Сюжет? Я сегодня сочинил сюжет. Что? Я не в курсе. Я о вашем новом романе. Да. Знаю я вас, писателей. Ищите своих персонажей в себе. Прекрасная идея. Спасибо. Не за что. Почему вы не со всеми в гостиной? Я читаю твою книгу. Правда, она замечательная. Думаю, это будет сенсация. Я тоже помогала, да, Том? Да, Грейс мой агент по откликам. Книги тестированы на ней. Рада помочь. Она моя морская свинка. Идемте в гостиную, мистер Фиск. Да. Конечно. Идемте. Ну и как тебе книга? Ты оставил гостей, чтобы спросить меня об этом. Тебе понравилось? Знаешь, очень... ярко. Яркие книги покупают. Да. Например, издатели Уильямс и Оррен продают миллионы экземпляров. В аптеках. Какая разница, где они их продают? Никакая. Но... Если хочешь сохранить достоинство, ты не можешь продолжать это печатать. То есть, ты не можешь стать маленьким винтиком в большом механизме. Скажи. Я не хочу об этом говорить. Почему нет? Дэдзи, слушай, я... Неважно. Я не должна была этого говорить. Я... Я пролистала книгу. На ней я заработаю. Да? Это все, что тебе нужно? Не знаю, но я этого не делаю и живу неплохо. Я не знаю, что ты не женатый мужчина. Да. Да, наверное, это все меняет. Дэдзи, пожалуйста, прочти и скажи свое мнение. Я... Я не совсем уверен насчет этого. Прочту, ладно? Да, Том. И... Но помню, что... Всем нельзя понравиться. Зачем она пришла? Кто? Это женщина. Ты ее пригласила? Сначала она отказалась, потом сказала, что приедет. Да? Нет. Я вовсе не ревную. Между прочим, она мне нравится. Верится с трудом. Наверное, Джо тоже был с ней. Ты про что? Ты такой наивный. Я не понимаю. Так вот знай, она распущенная. Ладно. Ты странная девушка, Сил. И очень жестокая. Вовсе нет. Между прочим, я не против ее дружбы с Томом. Мы же с тобой дружим. У них другая ситуация. Что? Тебе не нравится наша ситуация? Нет, не очень. И событий не хватает, не правда ли? А может, это любовь к приключениям? Ты в последнее время такой странный. Ты отдалился. Я так не думаю. Отказался помочь Тому с Уильямсом и Уоррен? Но Тому... Не нужна моя помощь. Мне нужна. Дорогая, сколько можно говорить? Я просто работаю на них. Они сделают так, как ты им скажешь. Послушай, Сил. Том не хочет продавать книгу. Том не знает, чего он хочет. Замолви за него словечко. Это превышение полномочий. Что не сделаешь ради друга? Уэн. Говоришь любовь к приключениям, так? Я имел в виду тебя. Полагаю, ты меня осуждаешь. А кому же еще? Ну, конечно. Ты не можешь ошибаться. Правда? Будто я не человек. Конечно. Сил. Сил. Прошу тебя, сделай одну вещь. Замолви словечко за Тома. Оуэн. Хорошо. Мой дорогой. Мисс Сейдж. Мы с Оуэном обсуждали важный вопрос. Он использует свое влияние в Уильямс и Оуэн ради Тома. Правда, здорово? А Том... Все уже решено? Оуэн все устроит. Он их юрист. Так мило с его стороны. Как я могу не помочь, Сесилии? Да, конечно. Простите, я... Искала Мишмит. Фрэнк. Джо. Ничего, если я уйду. Почему, Дэйзи? Мы можем остаться на ночь. Да, я знаю, но... Мне нужно уйти отсюда. Дэйзи. Нет. Мы уезжаем. Собери свои вещи. Хорошо. Боже, как мне хочется уходить. Простите, миссис Кольер, нам пора. Ты готов, Джо? Да. До свидания. Спасибо большое. Пока, Том. До свидания. Странно, что вы так уходите. Мы были рады вашему присутствию. Вы добры, что пригласили нас. До свидания. До свидания, миссис Кольер. Вы могли бы остаться. Спасибо. Я провожу вас до машины. Да. Вы такие мрачные. Прости, что тебе не понравились мои друзья. Твои? Да, мои. Прости, что тебе не понравились мои книги. Том, мне так тебя жалко. Жалко? О чем ты говоришь? Я пришла убедиться и убедилась. А теперь ухожу. Убедилась в чем? Почему жалеешь меня? Не важно. Дейзи. Поцелуй меня, Дейзи. Дейзи. Скорее, мы опоздаем на поезд. Одевайся. Там прохладно. Звони нам иногда, Том. Ладно? Я тебя жду снаружи. До свидания, Том. Я не умею с тобой прощаться. Как всегда. Ладно. До свидания. Ты попрощался. До свидания. До свидания, дорогая. Был отличный вечер. Спасибо. Буду скучать. Пока, Том. Пока. До свидания, папа. Идешь? Идешь? Почему ты не посидел с отцом? Он... Что он? Тебе нравится ему перечить. Неправда. Ладно, Сиро, не надо. Что в этом сложного? Почему ты отказываешься продавать книги, хотя Уильямс и Уоррен платят вдвое больше? Я не знаю почему. Мы можем поговорить о другом сегодня. Боюсь, что нет. Уильямс и Уоррен. 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 Привет, Сил. Ты так поздно, дорогой. Я был у Бентома. Что за глупости? Не знаю, просто хотел подумать. Хотел выбросить из головы миллионы дряных книг. Уильямс, воплощение новой эры машин. Я зашел к ним. Все хорошо, да? Да, все отлично. Дело решено. Неужели? Они подписали. Теперь остается жить безвылазно в деревне и ставить свою подпись под ними. О, Том. Ты довольна? А ты нет? Не знаю. У меня нервы расшатались. Меня не одобряют. Не выдумывай, дорогой. Иди поешь. Хочешь поужинать у меня? Давай. Я скажу, Риган. Сел. Да, дорогой? Думаю, нам пора завести детей. Мы подумаем об этом. Мы должны. Ты готов, Том? Я подумала, давай поужинаем здесь. В чем дело? Забавно. При свете это место напоминает мне что-то. Что? Не знаю. Это шампанское? Нам есть что отметить? Да, да. Выпьем немного. Немного, а стоит немало. Наливай, мистер Риган. Большое богатство в маленькой комнате. Ты не умеешь говорить, Толстый. А что в них толку? Риган, ты знаешь, кто умеет? Что же это мне напоминает? Налей еще, старина. Тортично ушел. И это я раньше видел. Вспомнил. Флорентид. Свой номер во Флорентид. Ты о чем? Это такой отель. Его владелица Флора Каннова. И что такого? Раньше был лучшим местом в Лондоне. Да? Каким местом? За 20 геней. За 20 геней? Да, образно говоря. О чем ты говоришь? Это такой аванс. Дорогое место, да? Я был там на вечеринке. Еда отличная. Тактичный официант. Прекрасное вино. Дамы. Весьма искусны. Я не хочу об этом слышать. У тебя такие яркие глаза. Пожирающие. Ты все замечаешь. Вижу. Да, Том. Ты знаешь, мало любви, не любовь. Что ты имеешь в виду? Не обязательно было вчера закрывать передо мной дверь. О, нет. То есть, не перед... Почему? Говори сейчас. Почему? Хочешь знать? Скажи. То есть, почему я не впустила тебя? Да. Потому что ты упрямился. Вот почему. Из-за чего? Из-за Ригенберг? Это первое. Что еще? Твой отец вообще-то. А. Как ты собираешься платить за вечеринку, Том? Что? А, это... Ну, я... Я могу послать его обратно и не платить. Тебе бы не помешало относиться к нему с большим почтением. Нет. Как ты так можешь? Он послал тебе небольшой чек, а ты имеешь наглость. Что? Господи. Просто не верится. Да. За что же такие деньги? В этом весь отец. Он не может себе позволить, чтобы мы жили с ним. Не могу понять твое отношение к этому. А ты не видишь? Нет. Он знает, как здесь трудно зимой. У него красивый, огромный дом в городе. Очень мило с его стороны пригласить нас к себе. Да, и ужинать с ним каждый день в полной тоске. Он будет мучить нас советами, что делать, как жить, не оставлять. Остается ни капли моего достоинства. Он будет всем править. Конечно, ты хочешь заплатить. Все как всегда. Не понимаю, почему ты так суров к нему? Я считаю, что... Хватит сил. Ладно. Хорошо. Теперь ты снова уйдешь от меня? Тебе-то что? Сил, моя любимая, где ты? Что с тобой стало? Начнем с твоего достоинства. Да, давай. В разговорах нет смысла. Полагаю, ты со мной не согласна? Да, очень. Как и в остальном. Нет, ты добрый, заботливый, щедрый. Но я не хочу платить по чеку и жить с ним. Это на несколько месяцев. Отказать ему было бы крайне невежливо. Так делают люди, подобные твоей бывшей... Прости, я... Ничего. Сил. Если я сделаю, как ты хочешь... Том. Ты же у меня такой хороший. Ты будешь любить меня сильнее? Да. Насколько? Очень сильно. И не будешь запирать дверь? Никогда. Звучит заманчиво. Правда? Ужас. Теперь мне вдруг стало все ясно. Что? Что ты вел себя глупо? И чего я стою? Да. Так ты сделаешь, как я прошу? Угадай. Я бы хотела, чтобы все было снова, как раньше. Ты и я вместе. Ты очень красивая. Спасибо, Том. Интересная. Это все из-за шампанского. Нет. Что ты? Хочешь еще? Думаю, да. У нас вечеринка. Вечеринка. Тут где-то маленькая бутылка. Вот она. Иногда ты такой потрясающий, Том. Правда? Не надо. Ты знаешь, не стоит. Но это случится. Внезапно я стала такой непослушной. Знаешь, пожалуй, ты одна из самых красивых девушек. Так мило, что ты так думаешь. Очень привлекательная. Мне нравится быть привлекательной. Такая соблазнительная. Но хватит. Ты странная женщина. А губы, как мед. Твой рот мягче масла. Что ты говоришь? Тактичный официант. Пришел. Ходи. Налей даме, официант. Оставь бутылку на столе. Мы выпьем. За приятную жизнь. Мне очень приятно. Вкусная, да? Очень. Я немного пьяная? Так, все ради этого. Наверное. Да. Кампанское и любовник. Нет. Не сейчас. Искусное дитя. Думаешь? Соблазнительное создание. Такое ты мне нравишься. Все хорошо, правда? Очень хорошо. Но ты ничего не пьешь? Нет. От него я прозреваю. Выпей еще. И тебя окутает такой приятный туман, как меня сейчас. Удивительное чувство. Тебе нравится? Очень. Том. Последний тост. Может, не надо? Идем. Но за что? За что? Скажи ты. За любовь. Дорогой. Да. Ты же сделаешь, как я прошу, правда? Увидишь? Я знаю, что да. Я так счастлива. Я хочу тебя. Идем ко мне. Я буду ждать. Идем ко мне. Войди. Слушай, Рик, я хорошо. Я думаю, на этот раз ключу. Почему? Я просто не хочу быть здесь. Когда ты уйдешь. Как можно скорее? Сегодня? Я не против. Я собрал вещи. Подожди внизу. Ариф. У тебя есть ручка? Спасибо. Напомню, чтобы я вернул. Выплатить Сесилии Генри Кольер Томас Кольер. Образно выражается. Это ты, Рик. Это ты, Рик. Спасибо. Что ж, прощай. Сядь в машину. Я дойду пешком. Принеси мою шляпу и пальто. Прошу тебя, пожалуйста. Что ты задумал? Зажги трубку. Поехали. Я дойду пешком. Нет, мы едем вместе. Что? Я возвращаюсь к жене, Рик. Кваши. Я сказал к жене. Что вы найдете? Редактор субтитров А.Семкин